Всем привет! С вами Александр Котин. Сегодня среда и в рубрике «Открытый микрофон» на канале Амаркетс будет мой обзор. И традиционно вначале я отвечу на вопросы, которые вы написали в комментариях под моим прошлым обзором. И точно так же, если у вас сейчас появятся какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я обязательно на них отвечу в следующем видео. Итак, были вопросы по некоторым акциям, в частности по General Electric и ExxonMobil. Давайте посмотрим, что происходит с этими акциями в настоящий момент. Но в целом весь фондовый рынок у нас просел из-за всем известных событий. Я о них говорить не буду, потому что фундаменталом я как таковым вообще не интересуюсь. Если мы посмотрим на акции General Electric, в настоящий момент мы видим достаточно мощное снижение. До этого больше это походило на ABC-паттерн. Конечно же, нужно взять общую картину, посмотреть, чтобы у нас было побольше истории для оценки. Давайте возьмем месячный график. Что у нас здесь происходит? Вообще до последних событий я предполагал, точнее видел эту картину, потому что я полагаюсь на волю рынка больше, чем на какое-то свое мнение о нем. И в данном случае я видел эту картину как 1,2. То есть первую, вторую волну, дальше развитие, снова первый, второй. Пока это так и остается. До тех пор, пока мы не пробили минимум от 2009 года. Это можно таким образом рассматривать. Но, однако, может быть и другая ситуация, такая, как, например, волна А, В и развитие волны С. Потому что А, в принципе, может быть тройкой, какой она, в принципе, здесь и является. Вот. Может быть вот такая вот ситуация. Посмотрим. Время покажет. Давайте исходить из того, что происходит в текущий момент времени, то есть вот на текущем движении. Допустим, вот на недельном графике вполне походит на импульс и коррекцию. Возможно, первая, вторая, развитие какой-то третьей волны вниз. Также это может быть 3, 4 и 5. То есть тут несколько вариантов. Вот когда у меня несколько вариантов, я стараюсь такие рынки не брать, либо брать их очень локально и брать какие-то короткие движения. Вот на недельном графике был достаточно хороший дивергентный бар при завершении так называемого ABC паттерна в продажу. На дневном в настоящий момент просто развитие не зайдет. Тут были дивергенции. Вот волна С, видно, как она завершилась. Я считаю, что время покажет. Не нужно делать никаких догадок. Возможно, та картина, которую мы видим на недельном графике, вот эта. Может вот так быть 1, 2, 3, 4 и вот пятая волна. Надо смотреть, насколько сильно мы будем проторговывать минимумы, которые были образованы в 2009 году. В конце 2009 года. Дальше что? Bank of America или ExxonMobil. Давайте сначала посмотрим. Тут есть вопросы по тому и по другому инструменту. Давайте опять же возьмем общую картину. То есть, что происходило здесь. Тут завершился пятиволновой цикл. 1, 2, 3, 4, 5. Это хорошо видно. Мы начали его корректировать. Возможно, завершилась какая-то большая. Первая. Идет большая. Это вторая волна. Вот одна из зон предыдущих коррекций. Вот была первая. Вот вторая. Ну, точнее, имеется в виду вторая волна. Четвертая волна. Я таким образом рассматриваю. И в данном случае, скорее всего, это развитие волны С. То есть, вот она идет. А, В, С. И в С третья волна. То есть, это видно достаточно хорошо. Можно даже не переходить на недельный таймфрейм. То есть, тут в настоящий момент мы находимся в третьей волне, в волне С. И завершения пока нет. Сигналы на продажу здесь, естественно, были. Вот здесь было целых два дивергентных бара на завершение коррекционного паттерна. Это недельный график на дневном. Я предпочитал бы акции торговать на дневном. В принципе, я так и делаю, когда там есть ситуация хорошая. Сейчас ничего не открыто. Тут тоже могли быть точки входа, либо в характерные прорывы. Следующий инструмент это Bank of America. Давайте посмотрим на общую картину на месячном таймфрейме. Опять же, обратите внимание на завершенный пятиволновой цикл. То есть, вот один, два, три, четыре, пять. Прошла, возможно, только волна А, Б и возможно развитие волны С. Мы знаем, что если это какая-то первая, это какая-то глобальная вторая. А вторая может под сто процентов от первой волны приходить. Поэтому в данном случае не исключено, что внутри волны Би это тоже ABC паттерн, с которого мы идем вниз, причем структура волны С. Вот она, один, два, три, четыре, пять. Ее видно хорошо, она подтверждена дивергенцией на индикаторе АО. В данном случае DB не было, то бишь дивергентного бара. И он был на недельном графике, вот здесь вот, на откате второй волны локальной, один, два. И движение прошло вниз. Я думаю, что здесь больше есть склонность к дальнейшему снижению и обновлению минимумов от 2009 года. Вполне возможно. А так вообще надо по факту следить. Я обычно полагаюсь на то, что по факту на рынке происходит, а не на какое-то свое мнение. Я такой пример вам покажу. Match Group. В данном случае на месячном графике мы видим восходящую тенденцию. И если посмотрим неделю, тут есть, хотя нет, тут нет дивергенции. Если только не смотреть ее по ценам закрытия. Вот по ценам закрытия она будет. И вот тогда, вот я не зря так сразу увидел сходу. Как видите, для того, чтобы увидеть ситуацию, не надо долго сидеть там, что-то анализировать. Открыли и сразу все видно. Вполне возможно, что в данном случае завершилась только третья волна. Потому что вот эта вся история, это может быть ABC Pattern. Я бы склонялся более, наверное, к такому варианту. И рассматривал бы текущее движение как волну С. Данный рынок склонен к таким простым коррекциям. И если мы возьмем уже дневной график, то здесь есть резкое закрытие вверху. Обычно таким образом движения, как правило, не заканчиваются. Хотя это все зависит от рынка. Здесь мы видели, что тоже бар уходил с гэпом, но было закрытие вверху. И все потом пошло вверх. То есть характер рынка, он, как правило, сохраняется. И мы видим, что и вот здесь, вот в этом локальном минимуме была такая же картина. Поэтому не исключено, что отсюда мы можем рассматривать дальнейшие покупки. Единственное, что вот такой бар, это бар с большим стопом. Естественно, я бы не стал его брать в работу. На четырех часах, возможно, более-менее. То есть один, два, три, четыре, пять. Если вдруг обновим снова минимум, то будет означать, что в данном случае мы имеем дело с удлинением. И там можно снова будет пробовать покупки. Теперь перейдем к нашему любимому валютному рынку. Ну, не знаю, кому как. Я пытался шортить евро в прошлый раз где-то вот здесь, исходя из своего личного понимания рынка. Оно, естественно, у каждого свое. И по своему опыту я знаю, что я пропускаю какие-то большие движения. Ну и, собственно говоря, раз я понимаю, что это тенденция в моем поведении, я, собственно, и из-за этого особо не переживаю. Поскольку я знаю, что какие-то ситуации я смогу отработать и внутри дня. Здесь был достаточно хороший дивергентный бар, в который я, собственно, не поверил по определенным причинам. по причине удлинения этого движения. Но он был, естественно, хорошим входом в покупку. И так как это уже прошлое, а наша задача быть на рынке здесь сейчас, вот здесь сейчас мы и будем смотреть, что происходит. Один, два, три, четыре. То есть, в данном случае на четырех часах я считаю, что это четвертая волна. У меня был сигнал покупки, но только фрактальный прорыв с очень коротким стопом. Сделку я показывать не буду, но поверьте, что она есть. И в моем телеграм-канале, если с ней все будет в порядке, да даже если не в порядке, окей, я ее покажу. В данном случае есть дивергенция. Тут были дивергентные бары, два сигнала с хорошим коротким стопом. Это было поздно ночью, естественно, поэтому я это взять не смог по определенным причинам. И в этом случае я предпочитаю зайти с фрактала. Предполагаю, ну не то, что предполагаю. Я зашел, поставил стоп, будь что будет. У меня вот такое отношение. Хорошо, пойдет, замечательно. Не пойдет, но окей, я принимаю риски. Британский фунт, на мой взгляд, завершилась в волноце, хотя внутренняя ее структура, она не имеет дивергенции. Но это характерно для коррекционных паттернов. Тем более, если вы посмотрите на дневной импульс, и вы увидите, что этот пятиволновой импульс, он скорректировался в 50% и в зону предыдущей коррекции, что, в принципе, свойственно для фунта. Ну, как бы его характер здесь повторяется. Далее, когда мы перейдем, точнее, посмотрим внимательно на Дели, и здесь есть дивергентный бар. Вот вчера мы пробовали внутри дня здесь покупать, рассчитывая на то, что у нас 1, 2, 3. Но это не является ошибкой, просто, возможно, я, в принципе, считаю, что ошибок, как таковых, не бывает. Есть поведенческие реакции, с которыми можно работать, и которые можно корректировать. И вот здесь был дивергентный бар, против которого мы пытались, собственно, и покупать. Но в этом случае надо понимать, что этот дивергентный бар, он завершает импульсную волну. Это достаточно хорошо видно. Но, естественно, мы покупали с ограниченными стопами, и правила у нас до трех стопов, там их было всего два. Ну, поэтому в данной ситуации могли быть точки входа только с 15-минутного графика, вот с этого фрактала, так как здесь дивергентного бара не было. Но, на мой взгляд, вот эта картина, она является ABC паттерном, где вот волна С, 1, 2, 3, 4, 5, вот дивергенция между третьей и четвертой волной. И вся ситуация, которую мы видим на дейле, либо на четырех часах, это может быть 1, 2 паттерн, где волна 2 по времени и цене идет достаточно быстро. Дальше что? Швейцарский франк. Давайте посмотрим месячный график. Здесь это очень интересно. Выглядит постольку, поскольку могла завершиться вся вот эта сложная коррекция, которая существовала здесь с 2011 года. и вполне может пройти движение дальше вниз по тренду. И в данном случае, я считаю, что оно могло здесь начаться. Надо наблюдать за тем, как мы будем проторговывать, допустим, вот этот минимум и дальше. Но, так как здесь, видите, резко усиливается движущая сила, мы можем говорить о том, что это первая, вторая, это, соответственно, первая, вторая, и там третья в какой-то третьей и так далее. Вот так. Поэтому все вот эти вещи можно отсюда убрать и наблюдать за дальнейшим развитием. Внутренняя структура движения тоже 1, 2, 3, вот 4 точки входа на продажу. Вот, собственно, в часовике она и была с очень коротким стопом и потенциалом где-то 34 на 200. Это получается 1, поправьте меня, если я ошибаюсь, 1 к 6 приблизительно. Дальше что? Доллар-иена. Также надо посмотреть на глобальный таймфрейм, то бишь на месяц. И здесь вполне возможно дальнейшее развитие по нисходящей тенденции. Пара пребывала в достаточно сложной коррекции примерно с 2016 года после того, как могла пройти либо первая волна, либо волна А. Мы этого знать заранее не можем. И вот это все могло быть либо второй волной, либо волной Би. Это тоже покажет время, чем это станет по итогу. Факт в том, что мы должны обращать внимание на текущее движение. И глядя вот сюда, я, по-моему, говорил, если не в прошлый раз, то где-то, возможно, в каком-то другом своем обзоре, возможно, в закрытом обзоре, который у меня есть, я провожу их 3 раза в неделю, что здесь достаточно сильное удаление в сторону от линии баланса, но без так называемого дивергентного бара, что, собственно, и привело к дальнейшему развитию вниз. Рано или поздно вот эта коррекция на недельном, она бы завершилась. Дальше что? На примерно где-то 4 часах это, получается, выглядит как 1, 2, 3, 4, но также может быть и 1, 2. То есть все будет зависеть от рынка. То есть 1, 2, 3, 4, может быть вот так там и 5, но может и быть, что вот это все уже первое, вот это второе, и там мы можем пойти и дальше в третью. При таком сильном движении на таких стремительных рынках такое бывает. Здесь был сигнал продажи, но по моему мнению стоп его был достаточно большой, 86 пунктов, ну и того где-то под 90 пунктов, под 92 был бы стоп, с учетом всех там отступов, зазоров и так далее, которые мы обычно ставим. Здесь, на мой взгляд, прошел ABC паттерн, и вероятнее всего идем и ниже. Австралийский доллар пока мне не особо понятен, по всей вероятности. Мы можем дальше продолжить движение по тренду, поскольку такие бары для этой пары характерны, ну вот даже, понимаете, в рифму получилось. Здесь был уже такой бар, и после чего мы обновили его минимум с течением времени. Здесь у нас также резко нарастает движущая сила, и по всей вероятности еще и меняется так называемый угол атаки цены. То есть, если здесь мы примерно плюс-минус вот в таком шли наклоне, то здесь наклон он поменялся и стал более резким, что может свидетельствовать об усилении тенденции. Дальше что? На четырех часах тут нет понятной структуры. На двух, ой, на дневном графике тут это можно сказать, что это дивергенция, но параллельный рынок он себя здесь выдает, тот, что называется, с потрохами. На мой взгляд, это просто развитие нового импульса вниз по тренду, точно так же, как и по новозеландскому доллару, который с австралийцем ходит как практически брат-белизнец. Вот так. Поэтому про новозеландец я не считаю нужным долго рассказывать, тут практически все то же самое. Канадский доллар, по всей видимости, если мы посмотрим на недельный график, то я уже как-то рассказывал о том, как я вижу эту пару с точки зрения того, что это первая, вторая в каком-то новом импульсе, здесь завершилась третья, и вот эта первая и вторая уже в какой-то пятой, то есть в какой-то большой пятой волне может развиваться. Здесь была достаточно сложная коррекция, которая закончилась, и дальше у нас пошло движение, и третья волна переехала вот сюда. Поэтому в настоящий момент, ну а первая, вторая, ну как-то вот так, наверное, более мне будет нравиться. Поэтому в настоящий момент времени, ну даже для третьей волны характерны гэпы, здесь идет развитие третьей волны, и я даже, наверное, скажу, что это развитие третьей волны относительно недельного графика, то есть 1, 2 и вот 3. Золото. Ну по золоту, обратите внимание на недельный график, здесь растет движущая сила, и нет никакой ангуляции, то есть параллельный рынок, концы линии, они поворачивают за ценой. Далее мы видим, что это выглядит как 1, 2, 3, 4, 5, и кажется, что прям вот в пятой волне тоже все завершено, есть один дивергентный бар, и как бы второй дивергентный бар. Единственное, что меня смущает, это недельный график, поэтому я бы, наверное, не стал говорить о шортах по золоту, потому что бар за вчерашний, он закрылся не очень красиво, вот это красивое закрытие, на мой взгляд, а это не есть красивое закрытие, несмотря на то, что оно плюс-минус в нижней половине, но где-то ближе к центру, поэтому в 4-х часовом графике, когда мы откроем с вами особенно двухчасовой, но я имею в виду какой-то меньше таймфрейм, 1, 2, 3, 4, 5, то есть явное удлинение в пятой, и вот смотрите, какая есть интересная ситуация, мы коснулись зоны предыдущей коррекции, то есть вот этой, вот этого шпиля, плюс зоны предыдущей коррекционной волны, и что происходит? Походит вот эта ситуация, точнее вот это движение вниз на импульс? Нет, не походит, поэтому скорее всего отсюда мы увидим дальнейшее движение вверх по тренду, потому что у нас все упало, нефть упала, доллар падает, фондовый рынок падает, что-то же все-таки должно расти, возможно это будет золото и серебро. Время покажет, но я бы пока отказался бы от идеи продаж золота, и от того, что здесь может поменяться тенденция, я думаю, что тенденция здесь остается восходящей, как впрочем и по серебру. Если серебро мы откроем в недельном графике, то это выглядит как 1, 2, 3, 4 и 5, возможно развитие пятой волны, точнее, здесь вот ABC паттерн, причем, если мы возьмем daily, мы увидим, что мы цепанули зону так называемой волны A, давайте вот я вот так сделаю, всякое случается, я долго сопротивлялся тому, чтобы волна 4 в данном случае была такой большой, но такое возможно. Если же мы снова будем проторговывать вот эти минимумы, то возможно картина поменяется, потому что на недельном графике очень вероятно также развитие вот такой вот сложной треугольной коррекции, где внутри, конечно же, будут одни тройки, и тогда мы, естественно, пойдем внутрь этого диапазона. Вот так. Поэтому тут надо крайне осторожно сейчас, особенно, если мы 4 часа смотрим, либо там часовик, на мой взгляд, это может выглядеть как 1, 2, а тут локально 1, 2 и развитие вверх. Но, если вот здесь вот в 4 часах нас бы устраивал риск, а меня бы он устроил, мне просто не понравился этот бар, я не стал выбрать в покупку, то, в принципе, его можно было бы отработать. S&P валится, я думаю, что здесь просто все резко закончилось, и в настоящий момент времени, в настоящий момент времени здесь надо ориентироваться на плюс-минус месячный график, и зона предыдущей коррекции, это минимум, который был в 2018 году, потому что здесь завершился пятиволновой цикл на месячном графике, и по всей видимости, то, что мы сейчас видим, это развитие некой волны А, только лишь, либо первой волны в волне А, поэтому в данном случае здесь ситуация пока сохраняется шартовой, и есть вероятность прихода к минимумам 2018 года. Ну и наш любимый биткоин, здесь я отработал ситуацию вниз, естественно, я мог выйти и лучше, но выхожу я по правилам, у меня не было сигнала на выход, можно было выйти с меньшего таймфрейма, но я предпочел остаться в рынке до появления сигнала выхода по ZLB, то есть по закрытию выше зеленой линии баланса, что, собственно, я и сделал, и в настоящий момент, ну вот тут меня не выбило, в связи с тем, что, вероятно, в выходные нет торгов, а рынок движется, и, соответственно, у нас получилось, ну давайте так, круглим до двух последних знаков, их отбросим просто 123, и к 965, к 965, наверное, так правильно, то есть получается, где-то плюс-минус 1 к 10, ну, 1 к 9, давайте округлим, так вот, что у нас происходит в настоящий момент с данным инструментом, давайте посмотрим на недельный график, мы ушли вниз под линию баланса, возможно, кстати, развитие вот чего, ABC, то есть, если в данном случае у нас идет развитие треугольной коррекции, это большая, A большая, B, C, тоже большая, и, вероятно, D, то внутри тоже может пройти ABC паттерн, то есть вполне возможно развитие еще движения вниз, тем более, что на недельном графике АУ у нас нарастает, но в настоящий момент я бы дождался коррекции, завершения коррекции, то есть возможно, что локально это А, B и C, и где-то вот отсюда я стал бы искать снова сигналы на продажу, для того, чтобы просто идти по тренду. Нефть марки Brent, давайте обратим внимание на недельный график, здесь мы открылись с ГЭПом, ушли резко вниз, пока мы не пробили вот эти минимумы плюс-минус там 15-го года, это можно все считать 1-2, но ориентироваться на развитие импульса внутри текущего движения, естественно, то есть мы все смотрим по факту, а по факту там ничего не закончено, то есть ГЭП у нас, как правило, характерны для третьих волн, то есть если это была, допустим, сложная волна B, А, B, 1, 2, 3 в волне C, то есть никакого завершения как такового здесь нет, и у нас может быть дальнейшее снижение после вот такой передышки, а уже потом будет видно, будем мы минимумы 15-го года, там, или какого 16-го года пробивать или нет, доллар-рубль, соответственно, российская валюта, она таким же образом отреагировала на снижение нефти, я считаю, то есть в данном случае не исключено, что это может быть 1, 2, и развитие третьей волны, но может быть и развитие какой-то сложной коррекционной структуры с таким длительным диапазоном, пока гадать я на эту тему не собираюсь, и вот буду рассматривать 4-х часовой график, где 1, 2 и третью волну мы видим в данный момент хорошо во всей, что называется, красе, с гэпами там и так далее, и я считаю, что завершения наверх пока здесь нет. Ну, акции Apple, я думаю, мы смотреть не будем, там с прошлого обзора ничего практически не произошло, в Facebook, Tesla практически так же ничего не поменялось, но по Tesla, разумеется, тут прошла коррекция, но я думаю, что это просто четвертая волна, и она усложняется, после чего возможно дальнейшее движение вверх, надо просто наблюдать за ситуацией и ждать хорошего, хорошей точки входа. Также можем посмотреть индекс RTS, склейку фьючерса и обратить внимание на то, что на месячном графике у нас может давно уже существовать вот такая треугольная коррекция, и если взять источник, скажем так, где будет побольше информации, то в данном случае мы это хорошо увидим, что это какая-то коррекционная волна по отношению к предыдущему росту, так вот, вполне возможно, что это ABCDE, и вот волна E, она развивается куда-то плюс-минус вот сюда, и внутри структуры, пока я бы стал говорить 1, 2, 3, но я все беру как 1, 2, 3, я не размечаю, это изначально как ABC, я думаю, вы поняли, о чем я говорю, то есть первая, вторая, третья, и я думаю, что дальнейшее снижение тут вполне логично и возможно. На этом все, напомню, что у меня есть телеграм-канал, где я демонстрирую свои сделки, делюсь какими-то своими инсайтами относительно психологии торговли, телеграм-канал fxcoach.ru Заходите, подписывайтесь, до новых встреч, увидимся через 2 недели, с вами был Александр Котин, желаю вам успешной торговли и до встречи, пока.